Девушки отдыхают В другую сторону, обрадуется и подумает, ай, я однако, девушка красивая, вернется домой, хлебнет на радостях глоток вина, а после того, конечно, и есть захочется, вот и начнет она пробовать самое вкусное, что готовит к обеду, все попробует, пока не наестся в досталь, потом скажет, Но ведь кухарка должна знать, вкусное ли пища? Вот раз хозяин ей говорит, Гретель, нынче ко мне гость придет, зажарь мне две курицы, да смотри, чтоб повкуснее вышло. Ладно, хозяин, я уж сготовлю, ответила Гретель. Зарезала она кур, обварила их кипятком, ощипала, насадила на вертел и понесла их в печь жариться. А дело было уж под вечер. Начали куры поджариваться и были совсем готовы, а гость все не является. Вот и говорит Гретель хозяину, если гость не придет, то надо куры с печи вынуть. Какая будет досада, если их тут час не съесть? Ведь они-то сейчас в самом соку. Хозяин говорит, ну, раз так, то я сам побегу за гостем. Только хозяин ушел. Отставила Гретель, вертел с курами в сторону, а сама подумала, если долго придется стоять у печки, то еще вспотеешь и пить захочется. Ну, почем знать, когда они там явятся? Сбегаю-ка я в погребок и перехвачу глоточек. Спустилась она в погреб, подставила кружку и говорит, Да поможет тебе Господь Бог, Гретель, и хлебнула порядочный глоток. Вино к вину утянет, молвила она. Нехорошо отрываться и выпила еще порядочный глоток. Пришла она, поставила кур снова на огонь, помазала их маслечком и стала весело поворачивать вертел. А жаркое пахло так вкусно, что Гретель подумала, Ой, мне будто чего-то не достает. Надо бы кур отведать. Потрогала она пальцем, лизнула и говорит, Ай, какие вкусные куры! Ну, прям-таки грешно не есть их теперь же. Подбежала она к окошку поглядеть. Не идет ли хозяин с гостем? Видит? Нет никого. Подошла она снова к курам и подумала, Одно крылышко подгорело. Ну, будет лучше, если я его съем. Отрезала она его и съела. И как ж оно ей по вкусу-то пришлось. Съела она и подумала, Надо будет и другое отрезать, А не то хозяин заметит, что чего-то не достает. Съела она оба крылышка и пошла опять поглядеть. Не идет ли хозяин? Ну, видит, что его нету. Ну, кто знает, пришло ей в голову. Может, они и вовсе не придут. Пожалуй, куда-нибудь зашли. Вот она и говорит. Эй, Гретель, будь веселей! Одна уже начта. Выпей-ка еще добрый глоток вина И съешь все ее целиком. А как съешь все, то и успокоишься. У что, Божьему дару-то пропадать? Сбегала она еще раз в погреб, Хлебнула порядочный глоток И на радостях съела курицу. Не стало одной курицы, А хозяин домой все не возвращается. Посмотрела Гретель на другую курицу и говорит, Ай, где одно, там и другое. Одно к одному приходится. Вот что правильно для одного, То и для другого справедливо. Я так полагаю. Нежели выпить еще разок, То от этого никакого вреда же не будет. Хлебнула она еще порядочный глоток, И вслед за первой покончила И со второй курицей. Наелась она волю. А тут хозяин приходит и говорит, Ну, Гретель, живей, Сейчас гость придет. Вот, ладно, хозяин, Я уж все приготовлю, Ответила Гретель. Посмотрел хозяин, Накрыт ли как следует стол, Взял большой нож, Чтобы кур разрезать, И начал его тут же точить. Приходит как раз в это время гость, Стучится вежливо и тихонько в дверь. Гретель бежит посмотреть, Кто там такой. Увидела она гостя, Приложила палец к губам И говорит ему, Тише, тише, тише. Скорее убирайтесь отсюда. Если хозяин вас поймает, Ой, то плохо вам придется. Он хотел вас пригласить на ужин, Но у него одно на уме, Как бы вам уши отрезать. Слышите? Шик-шик. Вот, он и нож для этого точит. Услыхал гость, Что нож натачивают. И давай бежать Со всех ног с лестницы. А Гретель-нибудь лениво бросилась К хозяину с криком, Ой, хорошим же вы гостя пригласили, Нечего сказать. Гретель, что такое? Что ты говоришь? Да вот, говорит, Выхватил он из миски Обе курицы, Которых я только что подавать собралась, И убежал с ними. Вот так-так, сказал хозяин. И жаль ему стало, хороший хур. Хоть бы одну мне оставил на ужин. И он крикнул вслед гостю, Чтобы тот остановился, Но гость сделал вид, Будто ничего не слышит. Кинулся хозяин вслед за ним, Как был с ножом в руке, И закричал одну только, Одну только. Желая этим сказать, Чтоб гость оставил ему Хотя бы одну курицу, И не брал бы обеих. А гостю показалось, Что тот требует дать ему Одно ухо. И как угорел и бросился домой, Чтобы как-нибудь Да спасти свои уши. КОНЕЦ